Приветствую. Какое-то время назад я кидал себе в телеграм посты с тестами довольно странных мобов. Как оказалось, то была часть модификации специз. Она добавит в игру перечень хоть и немногочисленных, но при этом очень уж необычных, я бы даже сказал уникальных существ. Каждое из созданий имеет свое применение и оригинальный, притом вписывающийся в ванильный стиль внешний вид. А пока небольшая интеграция и приступим. Некоторые могут помнить мой ролик по сборке Lost Souls. Однако, если вы его не видели, немного расскажу. Целью данной сборки является внедрение в Майнкрафт жанра фэнтези со своей уникальной атмосферой и общим улучшением ванильных аспектов игры. Вы можете открыть для себя систему классов, каждый из которых дает свой геймплей, множество артефактов и заклинаний, боссы, в числе которых создание Аквамирайя, Ice and Fire и других культовых модификаций. Даже и Dead Cells теперь в игре присутствуют. Обновлен Незер с краем и добавлены два легендарных измерения, Сумеречный лес и Аэзер, ну или же рай. Плюсом ко всему сборка все продолжает обновляться и теперь там стало еще больше интересного контента, а оптимизация лишь крепчает. Если захотели самостоятельно изучить мир магии, ссылку оставлю в описании. Начнем же давайте с лайтового, а самое необычное и интересное оставим под конец ролика. Нет, не подумайте, разумеется это не байт. Бёрд. Да, как птица, только стэ на конце. Данные мобы спавнятся в березовых рощах и могут телепатически общаться между собой сигналами. Иногда, почему-то зачастую с утра, они отправляются вглубь созданных отверстий берез, там же они откладывают яйца. Яйцо вы можете заспавнить маленького Бёрда. Если же бросить яйцо в любого моба или игрока, он на пару секунд остановится, не способный пошевелиться. Дипфиш. Обитают в подземных водах, мерцают и издают необычные, но чем-то завораживающие звуки. По особенностям это единственный моб-мода, который нацелен на декоративную составляющую, отлично вписываясь в любой аквариум. Лимпит. Улиткоподобное существо, обитающее в пещерах. Они носят панцири из различных материалов. Если разбить его киркой, выпадет соответствующий панцирю ресурс. Но учитывайте, что при встрече вас с киркой в руках, он сначала спрячется, а после первого удара начнет убегать. Притом он довольно быстрый. Если же вы все-таки не хотите причинять вред этому милому созданию, можно использовать кирку на шелковое касание. Так раковина Лимпита останется целой. Врапторы это искаженные под воздействие матского биома рептилий, спавнившиеся в небольших руинах и агрессирующие на визоров, имея при этом иммунитет к иссушению. В тех же руинах можно также обнаружить и их яйца, из которых можно создать себе еду. Она способна дать защиту от иссушения и вам. Для получения этой еды следует разбить яйцо на ковальне и собрать треснувшую итерацию мотыгой. Если продолжать бросать в наковальне, яйцо окончательно сломается, и на его месте появится маленький враптор. Самих мобов можно использовать как источник перьев, правда после поборов они будут очень недовольны. Если переместить ящерку в верхний мир, она начнет постепенно терять свое оперение. Блуждая по таежному лесу ночью, вы можете наткнуться на трипера. Вероятно, это прародитель крипера, ну или по крайней мере что-то родственное ему. Если использовать огнево ожившее дерево загорится и углубится в почву, перестав двигаться. Водой же вы напротив его потушите и вновь дадите свободу перемещения. Ударяя по мобу топором, вы с некоторым шансом сможете получить древнюю шишку. Кстати, шишка привет. Трипперы пассивные, поэтому не переживайте, в ответку он вас не рубанет. Сами же шишки можно посадить, ускорив рост костной мукой и получив трупперов. Это мини-версии триперов. Какие названия классные, конечно. Приручаются все той же мукой. Трупперы будут выступать в роли защитников, взрывая тех, кто напал на вас. Далее румбок, или же комнатный жук. Жук. Комната. Комната. Жук. Обожаю переводить именно мобов. Обитает создание в саванне и приручается медовыми сотами. Особенность полублочного тараканщика в его способности перевозить на себе мобов. По сути, он является живой версией лодки или вагонетки, которые при этом самостоятельно следуют за вами. Чтобы жучок перестал следовать, можете просто его посадить. Если вдруг это щелкающее создание получит урон, его всегда можно будет отхилить медом. Исследуя бесплодные земли, вы изредка будете натыкаться на новые места раскопок, где встречаются костные блоки и подозрительный красный песок. Из него можно получить три новых вида яйца, которые, соответственно, порождают трех новых мобов. Спринглинг. Очень неоднозначное на внешний вид существо, что можно приручить любыми саженцами. Их особенность проявляется в моменте, когда вы садитесь им на голову. В это время вы свободно управляете движением существа, а дополнительно можете увеличивать или уменьшать длину их шеи. По умолчанию это делается на клавиши стрелок вверх и вниз. Таким образом, с новым питомцем вы можете забыть о подмостках. Вторым, пускай, будет лентяй. Моб с довольно странной физиономией. Для появления требуется нагреть найденное яйцо. На костре или магмоблоке. Особенность мобов, это их усталость и пофигизм. Ладно, в общем-то, отойдя от шуточек, если пощекотать губеру морду, он чихнет. В сути, это его главная особенность, да и в принципе единственная. Ведь чих, в свою очередь, заменит растительность на древние аналоги периода Альфа-Цена. Так может измениться блок травы, сама трава, мох с его покровом, но и грибы, которые впоследствии можно будет вырастить. Не дрить тут грибная елочка, я бы такой Новый год отметил. Третье и самое массивное яйцо при размещении треснет, после чего вы получите эффект предчувствия, что длится 20 минут. По его истечению вам представится Крушитель, что-то вроде босса данного мода. Однако, вопреки обычному представлению, шкала сверху это не его хп, это его шкала голода. В процессе сражения вам нужно будет трижды его нокаутировать и в моментах оглушения накормить. Так вы сможете приручить это устрашающее создание. Если положить ему в инвентарь дроп с какого-то враждебного моба, то в менюшке появится его моделька, а пока вы будете спать, Крушитель начнет охоту. Проснувшись по утру, вы получите брикет, где будут лежать ресурсы с этих мобов, притом в немалом таком количестве. Следующего моба нельзя найти, ведь он давно уже вымер. Однако, кто нам мешает его воскресить? Необходимая точка интереса может появиться в холодных биомах. Найдя ее, следует добыть все эти скопления замерзшей плоти и шерсти. Далее мы создаем небольшую структуру. Главное, чтобы она была 3х3 из плоти и шерсти, имела тыкву и костные блоки по бокам. Теперь ставим сбоку громадвод и ждем разряда, что запустит давно остановившееся сердце. Небольшое отступление, в этот момент игра зачастую вылетает, к сожалению, данный баг пока что не пофиксили. Так мы воскресим мамутирование, которое будет бесцельно бродить, периодически выплевывая и хор. Его мы сможем собрать в бутылку и использовать для создания зелья молодости. Хоть себя омолодить им вы не сможете, однако оно позволяет превращать мобов в их детские версии, если таковые, конечно, есть. Плюсом ко всему, подобие Франкенштейна, находясь около других древних яиц, будет ускорять их созревание. По ночам же это чудо будет выть. И хотя здесь есть еще две классные пластинки, мод все-таки на этом заканчивается. Однако не унывайте, как я понял, он будет продолжать обновляться, пополняясь все большим количеством уникальнейших мобов. Ну а пока можете отписать в комментариях, какой моб и почему вам понравился больше всего. Интересно будет почитать. Ну или может быть у вас есть какие-то свои идеи по поводу мобов. Если же помимо мода вам понравилось и само видео, то было бы славно поставить под ним лайк и может даже подписаться на канал. Напомню еще про ссылки в описании на мой телеграм-канал со спойлерами к роликам и очень важной информацией, конечно же. Там же ссылка на твич, ну и на бусте, где вы сможете смотреть ролики на несколько дней раньше, чем они появляются на канале. Собственно, спасибо всем огромное за просмотр, на этом я не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok